Если социальные объекты в Рио-губернатор осматривал, что называется, на бегу, то в Государственном музее палецкого искусства Станислав Воскресенский задержался надолго. С интересом прошелся по залам, осмотрел уникальные иконы и лаковую миниатюру. Для меня вообще большая честь здесь побывать. Такое место настоящего русского сезерцания. И без привлечения можно назвать палец столицы русской иконописи. И почему мы сегодня столько времени потратили в музеях? Потому что очень важно и для меня, и для команды правительства понимать традиции. То, что без понимания традиции нашей Ивановской земли развить оно невозможно. Новое здание музея для Палиха – это дополнительные возможности для поселка. Теперь посетители могут увидеть все то богатство, которое по большей части хранилось в запасниках. Это огромная коллекция икон, огромная коллекция эскизов, лаковых миниатюр, которые мало кто видел. То есть есть огромная возможность, помимо основного пути экскурсоводного, тут еще мы выполняем временные выставки, которые посвящены той или иной юбилейной дате. К примеру, мы сейчас с вами находимся во временной выставке, которая называется Палиха-театр. Несмотря на всю уникальность края, существует много проблем, которые мешают развиваться известному промыслу. Основные из них – узкий рынок сбыта, большое количество подделок под Палих и, самое главное, плохая инфраструктура. Вы все, когда ехали со мной, дорогу видели и почувствовали. Без качественной дороги, чего уж там говорить, потенциал будет использовать сложно. Решать вопрос с дорогами местные власти настроены решительно, во всяком случае в центральной части поселка. Мы обсудим именно проект эскизный, который у нас есть по обустройству центральной части, который предусматривает в том числе и обустройство пешеходной зоны, комфортной для туристов, так как объекты туристического профиля расположены у нас в центре, практически в рамках пешего маршрута их можно себе обойти. А центральная часть, к сожалению, в настоящем виде, в том виде, в котором она сейчас существует, эту логистику, скажем так, немного портит. Не останется без внимания крестово-движенский храм. Министерство культуры направлено заявку с просьбой о выделении средств на разработку проектно-сметной документации для последующей реставрации. Власти надеются получить федеральные деньги, чтобы начать работу по спасению фресок внутри собора. Любая Почерникова, Денисов, РТВ Иваново, Палих.